Под видео встречаются такие комментарии. Да сколько можно уже об этом потопе, надоело уже. Понятно, что уже этот потоп был, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Ну хорошо, давайте поговорим о последнем айфоне или коронавирусе. Упс, а зачем же нам говорить об этом, когда все официальные СМИ только тем и занимаются, что рекламой и нагнетанием страстей. А дело в том, что катастрофы 17-19 веков есть недавние ключевые события и после того, как они будут доказаны и официально восприняты общественностью, наша картина мира кардинально изменится. Окажется, что не было никаких библейских событий, что еще совсем недавно существовала высокотехнологическая цивилизация космического уровня, оставившая нам неисчислимые доказательства своего существования, что развитие цивилизации было остановлено и направлено по технократическому пути развития. Поэтому каждое доказательство факта потопа приближает нас на один маленький шажок к большим переменам. Будут ли они к лучшему или человечество снова будет отформатировано – это другой вопрос, но давайте будем оптимистами. Итак, очередная порция фактов о потопе. Севернее Мехико есть небольшой город Туль-Тепек. В 2016-м там был найден первый скелет мамонта. Всего было найдено аж целых 14 скелетов, вернее частей скелетов, из них 8 черепов с бивнями, принадлежащие 14 особям. Это череп и бивни мамонта, как видно, находка была сделана на определенной глубине. Ученые сразу высказали свои предположения о судьбе мамонта. На вопрос, как он оказался на такой глубине, они ответили, что 15 тысяч лет назад первобытные люди выкопали яму около 2 метров глубиной и 25 метров в диаметре и загнали в нее мамонта. В Туль-Тепеке было найдено две такие ловушки. Далее они рассказывают о высоком уровне организации охоты древних людей и все в таком стиле. Классика жанрах, как говорится. Но сам факт находки костей мамонтов на такой широте, на такой глубине ставит ряд неудобных вопросов. Зададим их и попытаемся ответить в ином подходе и интерпретации. Первый вопрос – глубина залегания костей и бивней. В Сибири и даже в европейской части России, когда находят бивни мамонтов на глубине 3, 5, а то и 10 метров, не возникает таких умозаключений. Не говорят, что древние охотники всех найденных мамонтов загоняли в ямы. Там другая теория. В Сибири был ледник, который накрыл своими многометровыми продуктами эрозии древнее пастбище мамонтов. А в Мексике не было никогда ледника. Не тот климат и не та широта. Поэтому местные ученые ищут новые версии с ямами и охотниками. Даже если это так, то почему охотники не загоняли оленей, быков, бизонов, пусть в ямы помельче? Кто-нибудь пробовал на вкус мясо мамонта? Думаете, оно съедобное? Хорошо, тогда кто-нибудь ел мясо слона? Или слышал о том, что охотники в Африке жарили слонятину? Конечно, нет. И этому есть причина. Мясо слона как резина. А мамонт – это и есть слон, только с шерстяным покровом. Вывод очевиден, что древние охотники не стали бы загонять сильного и несъедобного мамонта в яму, когда есть масса более доступных для успешной охоты животных. Следующий вопрос. Что делали мамонты на такой широте? Известен ареал обитания мамонтов в Северной Америке и Азии. Вот схематичная карта. Пригород Мехико далеко южнее самых южных границ обитания мамонтов в Северной Америке. Эту странность пытаются просто обойти стороной. Либо распределение мамонтов на североамериканском континенте нужно пересматривать, либо найти причины, как они могли попасть в южные широты, где для них неподходящий климат. Есть пара версий. Климат был иным. Географический полюс был в Гренландии, вспоминаемый эффект Дженебекова, или расширение земли с переездом, разворотом континентов или их частей на новые широты. Сибирские трапы на Таймыре, плато Путорана, как разломы тому подтверждения, имеются в виду гигантские разливы вулканических масс при разломах земной коры. Но основные разломы были на дне океанов по среднеокеаническим хребтам. Через них и растет дно океанов, смещая материки в иные широты. Возможно, тогда в Мексике было более прохладно и мамонтам было комфортно. Об этой версии упоминал Чипса 1707 в LiveJournals. Либо туши мамонтов снесли на юг водогрязевые потоки потопа. Севера несло всю грязь с флорой и фауной по поймам рек. Елловстонский супервулкан, как одно из таких активных геологических мест выхода воды. Активных гейзеров там и сейчас много. Да, и здесь опять поднимается вопрос о причинах гибели мамонтов. Вероятно, как и в Сибири, их популяция была сведена к нулю катаклизмом в Северной Америке. То есть эти процессы были планетарные. Многие места с окаменевшими древними деревьями достаточно известны и хорошо изучены. Вот стволы окаменевших деревьев в Аризоне США. Вероятно, это ныне пустынное место было дно древнего водоема и в нем древесина не разложилась, а окаменела. Окаменевшие деревья имеют разные цвета и разную структуру. Есть версия, что в предыдущем геологическом периоде при высоком давлении и температуре на земле росли гигантские и не очень, но настоящие каменные деревья. Она также имеет место, но мы сейчас рассмотрим другую версию их происхождения по геологическим меркам совсем недавнюю. Очень много окаменевших стволов деревьев в пустынных местах южной части Южной Америки, в Патагонии, Аргентина. Место также похоже на Аризону. Здесь, что получается, тоже был древний водоем. Иногда окаменевшие деревья путают с каменными столбами, каменными трубками. Каменный лес в Болгарии около Варны. Местное название «Битые камни». Площадь территории с такими образованиями 70 квадратных километров. Ученые предполагают, что эти каменные трубки образовывались при извержении на дне Древнего моря. Подобное место есть также в Узбекистане. Мингбулакская впадина, урочище Джаракудук. Есть еще гипотеза образования таких каменных трубок дегазации и горения силанов – кремневодорода. Газ воспламеняется в присутствии кислорода с образованием песка и воды. А если с силанами выходили другие минеральные соединения и температура смеси при горении была высокой, то создавался бульон, который при остывании окаменел как бетонная смесь. Такие трубки встречаются также в Аризоне. Окаменевшие деревья на острове Лесбос, Греция. Здесь многие деревья были откопаны и находятся их остатки, это пни, даже в вертикальном положении. Можно даже разглядеть каменные слои на этих пнях, что говорит о толстых годовых кольцах и быстром росте деревьев в теплом климате прошлого. Почему они не сгнили, а именно окаменели? Тоже были под водой? Процесс окаменения – это замещение углерода на диоксид кремния, кварц и соединение кальция. При доступе кислорода дерево быстрее сгниет, чем окаменеет. Длительность окаменения, по мнению геологии, это очень длительный процесс. Это можно представить так. Деревья росли на склоне холма, холм проснулся в виде грязевого вулкана, который начал изливать жидкие карбонатные известковые массы с песком. Возможно, очень горячие. И в таком составе произошло быстрое окаменение древесины. Верхушка же дерева сгнила. Законсервировать древесину может и вулканический пепел, но порода, судя по раскопкам, не вулканического происхождения. Вот еще новость. В середине 2020 года, но уже на соседнем острове Лемнос, при проведении строительных работ было найдено тоже окаменевшее дерево. И его, ничтоже сумняшися, это значит, и даже не сомневайтесь по-староцерковному, датировали возрастом 20 миллионов лет. Да почему бы не 50 миллионов лет и более? Зачем скромничать? Но глубина залегания такая, что дереву не дашь и тысячи лет. Вот еще одна находка. Найденное окаменевшее дерево в Перу. Специалисты из Митсоновского университета тропических исследований осматривают находку. Перенесемся в место, о котором имеем большее представление. Окаменевшее дерево около города Алексеева-Дружкова в Донецкой области. Пишут, что там таких деревьев много и в 1975 году этому месту даже присвоен статус памятника природы. На Донбассе часто находят такие окаменевшие образцы. Кто-то приводит параллели этих находок на Донбассе с залежами каменного угля в этом регионе. Также попадались примеры из Тувы и Таймыра. Возможно, многие встречали окаменевшую древесину и в своем регионе, при строительстве или в склонах холмов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok